Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна ФМ. Здравствуйте, в эфирной студии ослепительная Александра Хайрулина. Роман Шахов, друзья, здравствуйте. Как мы и обещали, у нас в этом часе чудесные гости. Мы очень рады представить вам внимание Елена Мореева. Здесь необходимо после аплодисментов перечислять титулы фэшн-журналист, фэшн-блогер, эксперт в области моды, телепродюсер и стилист-имиджиолог. Да, Лин? Все ли мы сказали? Да, блогер еще. Блогер, да? Еще блогер. Блогер. Правда, в последнее время стало скучноватым этим заниматься. Леночка, чуть-чуть поближе микрофончиком потяните. Всем добрый день, рада вас приветствовать. Должна сказать, что у вас замечательная студия и вообще прекрасный проект под названием Страна ФМ. Я рада всех приветствовать, желаю вам хорошего дня, прекрасного настроения, ну и, конечно, красоты и весны в душе, несмотря на то, что на улице чуть-чуть ноябрь. Да, это так. Ну, давайте тогда мы сразу к вам, Леночка, придем. Вот вы уже сказали, что блогерство вам так поднадоело. Да, да. С чем это связано? Вы знаете, мне кажется, я вообще из тех людей, которые постоянно ищут какие-то новые форматы. И мне кажется, что я вот какой-то один формат уже несколько изжила, а пока новую форму другого формата еще не обнаружила. Поэтому мне несколько скучновато, но я надеюсь очень, что меня мои подписчики простят, потому что у меня их довольно много, и они, конечно, уже страдают от того, что я мало делюсь какими-то своими фотографиями и новостями. Поэтому вот пользуясь случаем, извиняюсь, должна признаться вам в любви. Я вас обожаю, спасибо вам большое, что вы есть. И обещаю, что я вынашиваю идеи, обязательно что-то очень эффектное. А можно тогда сказать, что вы от телевидения немножко подустали, и поэтому пока временно ушли. Давайте расскажем, Лен, о нашем слушательном и зрителе. Если кто-то не знает, что вы практически 10 лет, около того, были продюсером программы «Модный приговор» на Первом канале, которая до сих пор успешно продолжается. Именно с вашим. Благодаря вам она. Программа заняла кучу престижных там каких-то наград, получила очень красивых, ярко таких пафосных названий. И стала той программой, которую мы все узнали и полюбили. Благодаря вам. Спасибо большое. Очень приятно, на самом деле, слышать об этом. Вы знаете, я не могу сказать, что я устала, да, просто в какой-то определенный момент сразу должна вас поправить. Это было не 10 лет, а все-таки 8. Хотя, ну, если учитывать темп жизни телевидения, то это, ну, все 25, 30, 50 и так далее. Вот, живых мало кто остается, должна сказать. Вот, я одна из этих динозавров, которые, собственно говоря, были в программе с самого начала и вот в течение 8 лет. Я не могу сказать, что я устала. Просто это та работа, которую в определенный момент я могла делать просто в бессознательном состоянии. На мой взгляд, это, ну, абсолютно скучно. Либо как-то уже дальше развиваться и делать вау-шоу, что, в принципе, ну, мне как продюсеру, конечно, безусловно, интересно. Вот. Либо уходить в какую-то другую историю. Ну, и поскольку я девочка, и девочка, которая очень много лет руководила, если вы знаете, то креативный продюсер на телевидении, это такой капитан подводной лодки. То есть он... А что он, Леночка, мы чуть позже узнаем, потому что сейчас у нас время о послушке мальчиков и девочек. Елена Мареева, чудесная. В гостях вы обязательно продолжайте нас слушать, смотреть. Если у вас есть какие-то вопросы, наши гости, которые касаются моды, стиля, аксессуаров и так далее и тому подобное, заходите на нашу страничку ВКонтакте, там оставляйте. Анжелика Варум, Леонид Агутин на стране. Дым от сигарет, камера и свет На ее концерт не достать билет Строгий силуэт, тысяча газет И ее черты знают целый свет Леди нам ван, королева Но никто не увидит, но никто не узнает Кто, кто ее тайна? Но никто, никто не увидит Но никто, никто не узнает Кто, кто ее тайна? Утренний отель, кофе и туман Смятая постель и опять одна А любовь ее вдоль ночных витрин Молча унесет бог и господин Только с ним она королева Но никто не увидит Но никто не узнает Кто, кто ее тайна? Но никто, никто не увидит Но никто, никто не узнает Кто, кто ее тайна? Кто? Вечер и огни Ей пора туда В океан любви Где она, звезда? Кто-то счастье ей Предлагает вновь Но всегда сильней Давняя любовь Ждет его опять Королева Но никто не увидит Но никто не узнает Кто, кто ее тайна? О-о-о-о Но никто, никто не увидит Но никто, никто не узнает Кто, кто ее тайна? Кто? Кто-о-о-о Будет так всегда Что никто и никогда Не сумеет разгадать Ее, эту тайну Но никто не увидит, но никто не узнает, кто, кто ее тайна, о-о-о. Но никто, никто не увидит, но никто, никто не узнает, кто, кто ее тайна, кто, кто-о-о. Как кто? Елена Мареева сегодня в гостях у телерадиоканала «Страна ФМ». Дорогие друзья, все тайны моды и вообще, что с этим делать в нашей жизни, насколько глубоко в нее стоит погружаться, сегодня мы пытаемся узнать. Ну, все, конечно, мы сегодня роман не узнаем. Если хотя бы парочку удастся узнать, это будет уже хорошо. А то, что все в моде знает и понимает Елена, в этом, конечно, сомнений никаких нет. Да, Лен? Вот, наверное. Я думаю, что да, однозначно, да. И работу в модном приговоре, в том числе, наверное, свою роль сыграла. Который руководит таким проектом, да, и, конечно, безусловно, должен быть прекрасным телевизионщиком, хорошим руководителем, ну и, безусловно, человеком, который обладает чувством стиля, чувством вкуса, разбирается в этих вещах. Еще к тому же он должен быть немножко психологом, потому что работать с женщинами, которые находятся постоянно на грани нервного срыва, ну, здесь надо тоже иметь определенную закалку, скажем так. Поэтому, ну да, скажу, я такая. Лен, ну а как найти этот свой стиль? Вообще все ли его могут найти? Всем ли надо его искать? Вы знаете, очень многие люди чувствуют свой персональный стиль интуитивно. И, между прочим, я должна сказать, что мужчины чувствуют его лучше, чем женщины, как ни странно. Вот вы знаете, по статистике программы «Модный приговор», те мужчины, которые приводили с собой женщин, и обвиняли их в суде, они потом отправлялись в магазин, так вот, тот комплект одежды, который выбирал мужчина для своей дамы, всегда был определенно лучше по многим параметрам, и в плане цвета, и в плане кроя, и в плане современности костюма, нежели тот, который выбирала женщину самостоятельно. То есть мужчины каким-то образом, видимо, те, которые нас любят, чувствуют нас гораздо лучше, видят наши достоинства гораздо лучше, и от природы более, ну, лучше понимают, как с этим быть, как работать. Да, мы же часто смотрим на подругу или там на глянец в интернете, на звёзд, и себя оценить реально со стороны настоящего нам очень-очень сложно, конечно. Согласна с вами, Саша, да, это одна из основных женских проблем, и, конечно, здесь помогают и СМИ, и радио, и телевидение, и глянец, потому что есть огромное количество модных трендов, и хочется быть такой же классной, как Светка из соседнего подъезда, да, или какая-нибудь там IT-гёл, и мы очень часто совершенно не думаем над тем, что те или иные модные тренды совершенно нам не подходят. И здесь уже, конечно, включается такое понятие, как персональный стиль, который идёт от того, что нам подарила природа, от того, что нам подарили мама с папой, от нашего природного колорита, от нашего образа жизни, от того, как мы мечтаем и к чему мы стремимся, ну, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, с чего начать поиск, Лен? С чего начать приходить ко мне на мастер-классы? Вот, так, куда, в сити-класс, да, расскажите? Да, я уже довольно давно читаю мастер-классы в сити-классе, обожаю это место, действительно замечательное место, где очень просто, доступно, интересно, можно получить из первых уст, действительно информацию, которая вам пригодится в жизни. Ближайший мой мастер-класс состоится в воскресенье, это будет модный девичник, посвящённый аксессуарам. Мы будем 4 часа говорить на тему колечек, серёжек, кольюх, сумочек. А что, понравилось, Лен, я видела просто ваше приглашение в интернете, где вы говорите о том, что приносите с собой свои украшения, я вам что-то скажу. С чем это носите, идёт ли вообще это вам? Ну, это здорово, в общем, надо подсобрать всё и направлять. Ну, Саша, приходите, я вот прям вас приглашаю, потому что это правда очень интересно, там 2 часа идёт с теорией, потому что без теории никак, то есть можно, конечно, очень долго мучиться и методом тыка пытаться всё это сделать, но гораздо проще 2 часа прослушать нужный материал и на этом успокоиться. А другие 2 часа, это действительно мы всё это достаем. И очень часто дело заканчивается тем, что девушки начинают просто дарить своим соседкам те вещи, которые им не подходят, то есть соседки подошли лучше, чем ей, но при этом уходят все довольные. Просто невозможно выгнать, называется, из-за аудитории. И после этого девичьего щебета хотелось бы спросить, а мальчики могут приходить или это девичники? Да, конечно, конечно, могут приносить с собой бриллианты, изумруды, розметы, кольца, там же тоже масса всего, зажимы для бороды и так далее. После фразы «бриллиант» я сразу подумал о Джигане, которую нам сейчас необходимо посмотреть, послушать. Мы продолжим общаться с нашей гостьей. Елена Мария у нас сегодня в гостях, телерадиоканал «Страна.ФМ», всё о моде, о красоте в этом часе, о стиле, о трендах, но и дни и ночи. Ты в моем сердце и в этих минутах, и в этих часах. Помни для меня ты вне конкуренции. Солнце, ты греешь меня в лучах. Мне с тобой так легко, так тепло. И для нас целая вселенная. Заглянув в глаза твои глубоко, там красота необыкновенная. Чувствую силу около тебя. Мой мир, мой стимул. Так каждый день, и что бы там ни было, где бы меня ни носило, я обратно лечу к тебе. И снова эти объятия на твоих. Для меня не бывает дороже их. И снова утону в глазах твоих, ведь я без ума от них. Я утону в глазах твоих, поделена двоих, все наши дни и ночи. Я утону в глазах твоих, мне никуда без них, без них я обесточен. Я утону в глазах твоих, поделена двоих, все наши дни и ночи. Я утону в глазах твоих, мне никуда без них, без них я обесточен. Я для тебя, все-все на свете, и мне не нужен никто другой. С тобой на душе постоянное лето, и я в это вложил любовь, чтобы не говорили, не выдумывали, никому наше счастье не обнулить. И даже когда от тебя вдали, в самолете отрываюсь от земли, как будто отрываю тебя от сердца, как будто теряю тебя и свой пульс, теряю чувства, мне некуда деться, но знаю точно, что вернусь. И снова эти объятия на двоих, для меня не бывает дороже их. И снова утону в глазах твоих, ведь я без ума от них. Я утону в глазах твоих, поделена двоих, все наши дни и ночи. Я утону в глазах твоих, мне никуда без них, без них я обесточен. Я утону в глазах твоих, поделена двоих, все наши дни и ночи. Я утону в глазах твоих, мне никуда без них, без них я обесточен. Дорогие друзья, оказывается, существуют типажи людей в моде. Мы только что это выяснили и хотим с вами чуть-чуть поделиться. Нет, ну что мы хотим поделиться. Рома очень доволен, он только что послушал такие слова в свой адрес. Приятная от нашей гости Елены Мареевой, которая сказала, что Рома у нас романтическая натура. И мне серый цвет идет, друзья, все, я теперь знаю. Ну не только серый, вам идут очень сложные глубокие цвета, светлые тоже в том числе, но неконтрастные сочетания, бархатные фактуры. Вообще есть такая тема историзм в моде, и вот вам историзм пойдет. То есть романтики, если говорить о мужчинах, это такие принцы на белых конях. А еще очень часто романтиков можно отличить по четко очерченной верхней линии губ. Чаще всего у мужчин именно она выдает, ну все про них рассказывает, скажем так, с точки зрения стиля, ну и много чего еще. А какие еще типы? Да, еще какие надо, скажите. Ну, бывает роковой. Вот, например, Александра, совершенно чудесная представительница этого драматического направления. Драматического, да. Я так и буду теперь говорить, драматическое. Моника Белуччи, например, Софи Лорен, Мадонна, все это типажи драматического характера. И вы, конечно, безусловно, роковая красотка. Но у вас есть еще микс натурального направления. И я должна сказать, что природа настолько талантлива, что она создает, конечно, людей очень разных. Потому что существует всего пять больших стилей, в основе которых лежит лепка лица человека. То есть то, что нам подарили мама с папой. Да, ну, а людей огромное количество, и чаще всего мы представляем собой какие-то смешанные типажи. Да, и романтизмы, и драмы, и натуральности, и так далее. Но вот то, что касается именно вас, Роман, и вас, Саша, то вы все-таки более ярко выраженный романтик и роковая красавица. Спасибо большое, Леночка. А так мы и будем говорить про себя, да, спасибо. Спасибо. Это же вы только что сейчас рассказали нам о типах по лицу человека, да? Да, исключительно, да. А ведь дальше идет еще и оценка фигуры человека. Ну, безусловно, вообще, вы знаете, я должна сказать, вот я, например, обращаю внимание, да, то, с каким образом сконструирована ваша студия, да? Здесь скорее больше геометрических линий, да, каких-то, нежели округлых. Так вот, если посмотреть на все, что происходит вокруг, да, чаще всего все предметы так или иначе имеют какую-то определенную форму. Либо квадрат, либо круг, либо треугольник. Треугольник – символ мысли, квадрат – символ материального, потому что все, что… То есть хорошо, что у нас углы все-таки есть, да? Да, да, да. Не будем закреплять все. Ну, на самом деле, треугольник – это символ еще и накомыслия, некого бунтарства, какой-то особенной точки зрения. Поэтому в этом смысле здесь все очень красиво. А круг – это уже символ женского начала, символ божественного. И на самом деле все эти линии отражаются в нашем теле и в нашем костюме. Вы наверняка замечали, что, например, в лацком пиджака может быть уквадраченной, а может быть округлой формы. Да, конечно, это множество вариантов. Или, например, как только в деталях нашего костюма появляются какие-то острые углы, то тут же наш вид приобретает некий перец, да, который нам необходим. А если, например, какие-то округлые линии или рисунок какого-нибудь растительного орнамента, то тогда мы начинаем выглядеть более женственно и более мягко. Поэтому, конечно, линии тела очень важны. И эти линии прослеживаются и в костюме тоже в том числе. И когда мы учитываем линии тела, линии костюма, линии лица, тогда мы начинаем звучать гармоничные церкви. Это ансамблем, настроенным инструментом. А что делать, если что-то появилось в моде? Что-то такое, что тебе очень хочется одеть на себя, надеть непременно. Но при этом ты вроде бы как понимаешь, что твоя фигура себе не может позволить. Ну, примерно, не очень хорошие ноги и там леггинсы лосины в обтяжку очень-очень в моде. Что здесь лучше все-таки? Слушать моду и залезть в эти самые лосины? Или все-таки тогда воздержаться от этого нового веяния? Вы знаете, я считаю, что надо выбирать модные тренды, которые идут именно вам. Для этого нужно следить за модными трендами, потому что их на самом деле очень много. И мода сегодня настолько демократична, настолько свободолюбива, что она предлагает такой вариатив, когда любой человек может для себя выбрать, исходя из своих характеристик, исходя из своих персональных данных, из образа жизни, из того эффекта, который он хочет и желает получить. Потому что сегодня мы хотим быть немножко роковыми, но у нас желание обратить... Внимание. Внимание, да. Тестостерона, например. А завтра мы не хотим этого внимания, ну и так далее, и так далее. Поэтому нужно выбирать те тренды, которые вам идут. Лена, вы нам расскажете обязательно. Пообещайте, пожалуйста, о трендах сезона весна-лету 2017. Обязательно, конечно. Ну и поможете, какие-то советы, может быть, дадите тоже нашим слушателям и зрителям. Друзья, да, пока готовьте ручки и листочки, чтобы записывать. Сделаем небольшой полосок. В старом парке пахнет хвойной тишиной Я пришел к тебе из позабытых снов. Натали. Как приходят в свою гавань корабли. Натали, утоли мои печали. Натали, Натали, я прошел пустыней грусть и полземли. Натали, Натали. Натали, я вернулся, чтоб сказать тебе прости. Натали, от судьбы, от тебя мне не уйти. Утоли мои печали. Натали, Натали, Натали. Натали, Натали, Натали. И томился одиночеством вдали. Мои волосы от зноя и метро Побелели, как степные ковыли. Натали, удали мои печали. Натали, Натали, Я прошел пустыней грусть и полземли. Натали, я вернулся, чтоб сказать тебе прости. Натали, от судьбы и от тебя мне не уйти. Утоли мои печали, Натали. Натали, Натали. Смотри, страна, не пропусти новые тренды. Три нас, да, Натали, Крести, Лили. Девочки и мальчики, внимательно слушайте. У нас Елена Марьева в гостях, человек, который в моде принимает абсолютно все. Умница, красавица. И вот обещанные тренды. Так что в моде, Леночка, весна, лето 2017. Спасибо вам за добрые слова. Ну, должна сказать, еще раз повторюсь, что на самом деле мода очень вариативная. В моде женственность, причем такая всепоглощающая. Это, безусловно, цветы, это валаны, это рюши. Причем чем больше, тем лучше. Это все оттенки розового цвета. Начиная от припыленной розы, очень любимой в нашей стране, заканчивая в фуксе. В моде спортшик, причем я должна сказать, что тренды бывают разные. Они бывают короткие, бывают долгие, бывают макротренды. Так вот, если говорить о спортшике, это макротренд, который еще долго звучит, и звучит уже довольно давно. Да, это связано с модой на здоровый образ жизни. И поэтому спортшик, пожалуйста, если вы хотите купить новые тросовки или новые кеды, обязательно это сделайте. Вы успеете это выносить еще очень-очень много раз. Кроме всего прочего, в моде 80-е и 90-е, причем во всех своих ипостасях, начиная от гламурных 80-х и заканчивая какими-то бунтарскими и даже бульгарными, в моде открытое тело, гиперсексуальность, наглые, дерзкие, борзые стрелки на глазах, цветные тени, какие-нибудь очень фигурные вырезы в области декольте, мини-юбки. Лена, вы описываете просто вокалисток группы «Мираж» сейчас. Понимаете? Лена, а тюли вот эти, по-моему, тоже различные. Да, вся эта тема. Ну, вся тема не глиже, да, а диком одна, то есть и кружево, и все, что напоминает нам нижнее белье, и различные прозрачные фактуры, все это тоже очень модно. Единственное, на что я хотела бы обратить ваше внимание, потому что очень многие девушки совершают такую ошибку. Они покупают очень модные вещи, к ним добавляют модные аксессуары, ко всему этому добавляют модный макияж, и все это завершают модной прической. То есть слишком модно получается. Да, получается too much. То есть получается слишком нарядно. А слишком нарядно быть категорически не в моде. На что можно сэкономить тогда? Ну, можно прически, например, сэкономить. То есть можно сделать вид, как будто бы вы как француженка истинная, всю ночь провели в постели, но вы там явно не спали. То есть какой-то элемент небрежности обязательно должен быть в вашем образе. Слушайте, столько француженок в 7 утра в метро, я вам скажу. Слушайте, я давно не ездила в метро в 7 утра. Да, в Москву. Насчет парижского не знаю. Ну или опять же кеды. Кеды вообще вечная тема. Ну, просто фантастическая обувь. Сама люблю кеды. Пожалуйста, надевайте какое-нибудь изысканное кружево вместе с кедосами. Друзья, мы становимся все более и более осведомленными людьми в вопросах моды. И у каждого, надо сказать, и у каждого из вас, и у нас с Романом тоже есть возможность обратиться за помощью, за советами в школу Елены Мареевой. Уникальная история, между прочим, которая не повторяется нигде, насколько. Да, Элена? Расскажите, пожалуйста. Действительно уникальная история тем, что школа представляет собой, в общем-то, онлайн-услуги. В этом нет ничего уникального, потому что очень многие стилисты сейчас предоставляют огромное количество вебинаров. Это, правда, удобно, потому что когда человек, который не имеет возможности приехать в Москву и послушать того или иного лектора, может вполне купить вебинар, да, и как-то, ну, прикоснуться к этой теме. В общем, дома просто включив компьютер или приложение даже и посмотреть. Но кроме этого, действительно, моя школа предоставляет еще такие онлайн-услуги, как персональная книга стиля и разбор гардероба онлайн. Что это такое? Вот персональная книга стиля, я считаю, что это очень уникальная история, потому что она требует большого, кропотливого труда. И далеко не каждый стилист любит это делать. Ну, представьте себе 120 страниц, которые посвящены исключительно вам. Начиная от того, каковы линии вашего лица, какова ваша фигура, что вам нужно подчеркнуть, что скрыть, каковы достатки, каковы достоинства там и так далее, какой у вас цветотип, какие прически вам идут, какие украшения вам идут. Ну, все до мелочей, включая нижнее белье и купальники, и заканчивая верхней одеждой. Вот так. Да, и это все 120 страниц посвящается вам. Это книга, которая действительно может стать настольной, которую я рекомендую любой женщине, независимо от возраста, потому что, как бы ни менялась эта мода, тот фундамент, который заложен в этой книге, поможет вам в любом возрасте. Вы можете просто чуть более как-то варьировать, шаг туда, шаг в другую сторону, становиться более современными или более классическими, но так или иначе далеко не уходить от персонального стиля. И это как раз та история, когда профессиональные люди, команда профессиональных стилистов под моим руководством помогают женщине определить именно свои достоинства, потому что чаще всего женщина смотрит в зеркало и не видит своего отражения истинного. Истинного, правильно, да. Либо слишком строго к себе относятся, либо закрывают глаза на какие-то... Вот здесь и комплексы, какие-то детские истории могут накладываться, все что угодно. Леночка, а сколько раз? Раз в пять лет надо менять эту книгу, обновлять, потому что... Книгу стиля обновлять совершенно не нужно, она делается один раз, это тот костяк, который вам поможет понять про себя все и даже больше. Другое дело, что сам персональный стиль, его нужно пересматривать, я рекомендую его пересматривать, каждые пять лет. И вообще делать разбор гардероба в глобальном смысле тоже каждые пять лет. То есть вообще разбор гардероба делается каждый сезон перед подходом в магазин, если вы не хотите все состояние оставить в магазине. Потому что когда ты делаешь разбор гардероба, вот у меня часто бывают клиенты, которым я делаю, они ко мне приходят для того, чтобы я их одела к новому сезону, а я говорю, нет, ребят, давайте сделаем разбор гардероба. Я к вам приду домой, откройте шкафчик. Мы делаем разбор гардероба, после этого никто не идет в магазин, потому что все есть в собственном шкафу. Да? Глобальный разбор гардероба раз в пять лет предполагает... Вас, наверное, очень должны любить мужья, мне кажется. Мужья, женщины. Мне кажется, я с них какой-то процент должна. Сейчас позвоню Мареевой, и ничего не будем покупать. Ну да, кстати, мужчины, я с вами. Да, у Лены есть официальный сайт, так что узнавайте все подробности про школу и так далее. Друзья, мы вернемся в студию, у нас еще есть некоторое время для общения, но прежде вот Сергея Лазарева надо посмотреть, послушать. Кстати, очень модный клип, да, Леночка, вы видели «Лаки Стрэнджер»? Нет, вот, видимо, сегодня для меня это будет премьера. Лена, посмотрите внимательно. Посмотрите, да, обязательно. И, кстати, да, будет интересно ваше мнение. Вот уже целых полчаса Не могу отвести глаза Напротив, ты и не нужны Мне о тебе и о себе Другие мнения Не важно, кто тебя привел Я уведу тебя с собой Одним движением Глаза в глаза, и я только за Но почему ты мне так нравишься, нравишься Кручу-верчу, все понять хочу А ты не поддаешься, не понимаешься Лаки, 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 стрэнджер Лас, два, три, шли! Лас, два, три, шли! Кому звонить, кому спросить? Ответов нет, ну как решить задачу сложную? Не разгадать тебя никак, на что делить и умножать? Ты невозможная! Глаза в глаза, и я только за! Но почему ты мне так нравишься, нравишься? Кручу-верчу, всё понять хочу, А ты не поддаёшься, не понимаешься! Лас, два, три, шли! Лас, два, три, шли! Лас, два, три, шли! Ну что, молодец, Сергей Лазарев. Вот Елена Мареева, наша гостья сегодняшняя, в общем, сказала, что все в тренде, да, клип получился? Да, 80-е, 90-е, да, странно, что нет малинового пиджака, я все его ожидала. А он снимал, видимо, на операторе был малиновый пиджак. Я думаю, что да, именно так и было. Либо на продюсере, который за кадром. Да, он стоял с барсеткой, золотая цепь и малиновый пиджак. Определенно. Ленечка, а вы даете советы, когда к вам обращаются за помощью, вот подобрать стиль, новый имидж, вы даете советы по поведению человека? Ну, можете как-то, не знаю, может быть, даже в пластику что-то посоветовать? Конечно, безусловно, дело в том, что я вообще-то немного работала. Покинщицей, скажем так. Да, поэтому походка тоже, безусловно. Вообще, есть такое понятие, как имидж, он отличается от персонального стиля, и, конечно, имиджем я тоже занимаюсь. Имиджеолог вы, да? Да. Ну, в каком смысле, если для человека необходим имидж, разработка имиджа для карьеры, потому что чаще всего, ну, это необходимо политикам или публичным людям, то тогда да. Но имидж отличается от персонального стиля, потому что многие думают, что вот я сходила в парикмахерскую и поменяла имидж. Нет, дорогая моя, ты просто два сантиметра, извините, подстегла или там, ну, поменяла цвет волос. Да. А стиль, каким был, такой и остался. А имидж — это всё-таки впечатление, которое замешано на энергетике человека, на пластике, на том, как он себя позиционирует, на том, как он управляет этим впечатлением. А там очень много факторов и, конечно, очень много хитростей. Слушайте, а что должно быть обязательно? Вот must-have в гардеробе у женщины и у мужчины. Есть какие-то вещи, может быть, аксессуары, может быть, одежда какая-то, обувь? Что должно быть? Ну, вот, например, Рома, извини, что перебиваю, Леночка. Например, чёрное маленькое классическое платье. Недавно, кстати, вот прочитала тоже вашу статью. Вы по-прежнему пишете в журнале «Мэри Клэр»? Да, у меня есть колонка в журнале «Мэри Клэр». Я могу себе позволить как-то спокойно к этому относиться. Хочу пишу, хочу нет. Ну, вот как-то я уже дослужилась до такого состояния. И мне оно, на самом деле, очень нравится, потому что я много времени провожу сейчас в семье, дома, с ребёнком и так далее. Про обязательные вещи в гардеробе женщины и мужчины, и, например, вот про чёрное платье. Я категорически против той мысли, что маленькое чёрное платье должно быть в гардеробе каждой женщины. По той простой причине, что маленькое чёрное платье – это легенда, которую предложила Куко Шанель в своё время. Совершенно гениальная женщина. Предложила она его потому, что маленькое чёрное платье наиболее всего подчёркивает её собственную красоту. Вот так, всё очень просто. То есть если вы по типажу на самом деле не Куко Шанель, а какая-нибудь пышнотелая, роскошная барышня, совершенно другая, барочного какого-нибудь типа, да, то, может быть, вам это маленькое чёрное платье и не нужно. Более того, чёрный цвет очень неоднозначный. Он может, в общем-то, стереть ластиком очень многую красоту, да, какую-то очень нежную, хрупкую, изысканную. Поэтому, может быть, вам нужно другое платье. Может быть, розовое, может быть, зелёное, да, изумрудное. Поэтому мне кажется, что нет. То, что касается мастхэв, ну, поскольку спортшек рулит, то, конечно, кеды, мастхэв в гардеробе и женщин, и мужчин. Одни на двоих, кстати, если разбег совпадает. Совершенно верно. Кроссовки и в гардеробе, и тех, и других. Джинсовые куртки объёмные в стилистике 80-х. Возможно, с декором сзади, знаете, в стилистике поп-пах. Хлёпка. Да, какой-нибудь пистолет, из которого там, бах, розовый летает. Такие вещи могут носить сейчас и мужчины, и женщины. Что ещё? Ну и, конечно, роскошный парфюм. И прекрасное настроение. Это мастхэв. Леночка, из аксессуаров. Что? Аксессуары, аксессуары. Вы знаете, немножко мы отошли от кальюх и пришли к различным серьгам и кольцам. Кольца сейчас вообще на пике. Они очень разные. Большие? В моде несколько колец на одной руке. Чаще всего они вместе и продаются для того, чтобы они гармонировали. Это кастет уже получается. Да, совершенно верно. Есть ещё такие, как они называются, многорядные кольца, если можно так сказать. Они могут быть и параллельные, и могут и соединяться где-то сзади пальчика. Это тоже очень модная тема. И в моде кольца, которые не соединяются. Да, вот как у меня сегодня. Я не знаю, видно, не видно. Это очень удобная тема, потому что, во-первых, не стоит париться, извините, относительно размера. А во-вторых, если немножко разъединить это колечко и сделать люфт на пальчики, то таким образом палец визуально выглядит длиннее, нежели в колбочном кольце. Сколько же тонкостей! Сколько подробностей, друзья! Красота и мода — это всё-таки целая наука. Елена Марьева, как это здорово, приятно владеет. Ей в совершенстве. Обращайтесь за помощью. Пожалуйста, хотите в сети класс, на официальный сайт Лены. Или в инстаграме, да. Леночка, спасибо огромное. Мы очень рады. Будем ждать вас ещё к нам в гости. Я с большим удовольствием приеду. Спасибо. До новых встречи. Всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон»!